МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания «Интеллект-сервис» выпускает программный продукт «ИСПРО», предназначенный для автоматизации учета и управления на производственных предприятиях, предприятиях торговли сферы услуг и в бюджетных организациях. Эту программу разрабатывали украинские специалисты, поэтому в ней полностью учтены все законодательные экономические реалии нашего государства. Компания «Интеллект-сервис» постоянно лидирует в рейтингах программного делового обеспечения. Но по-настоящему знаменитой компанию сделали не ее бесчисленные награды и регалии, а просто петья, вирус петья. 27 июня в Украине зафиксирована масштабная кибератака. Вирус-вымогатель парализовал работу компьютерной сети в СМИ, торговых организациях, почтовых службах и государственных учреждениях. Киберполиция заявила, что вирус распространился через программу «Меддок» после ее вредоносного обновления. Что же это? Ненадежная защита, происки конкурентов или «Меддок» был выбран, чтобы добраться до нужных предприятий? Более 20 лет «Линник Олеся» на рынке Украины разрабатывает программный продукт для бухгалтерского учета и при этом ведет совершенно закрытый, непубличный образ жизни, предпочитая всякому пиару качества производимого продукта. Эксклюзивно для телепередачи «Левел Ап» управляющий партнер компании «Интеллект Сервис» дает интервью, проводит нам экскурсию в собственной компании и знакомит со своими сотрудниками. Я же в свою очередь пригласила нашу героиню в устричный винный бар «Инжой», потому что этим летом наслаждаться, что, кстати, в переводе и обозначает слово «Инжой», «Линник Олеси» не особо-то и довелось. Олеся, я в первую очередь хотела вас поблагодарить за то, что вы согласились дать мне интервью. Ну, так сказать, не каждый мужчина во время факапа, да, не своего звездного часа, осмелится посветить лицом в эфире, ну а бизнес-леди тем более. Какой-то особой силы и подвига в этом нет, потому что, ну, любая ситуация, которая происходит, она происходит зачем-то, она нам нужна. Способ стать еще лучше, еще сильнее и отладить какие-то процессы, которые, может быть, не до конца. Но вы не возражаете, если я немножко покопаю совсем глубоко? Ну, давай. Давайте начнем прямо с вашего детства, потому что меня заинтересовала IT-специальность, вы занимаетесь ей уже более 20 лет. В то время это было не то, что не очень модно, да. Компьютеров особо не было. Компьютеров не было, программисты, это, ну, мы все знаем, ассоциации 20-летней давности с программистом, это практически изгой. И девушка, которая решает связать свою жизнь с этой профессией, ну, как минимум, удивляет. Если вы думаете, что это мое решение, так, ну, нет. И образование у меня, давайте вот добью вас, балетный критик. И первые 20 лет жизни я посвятила как раз там хореографии, мечтала стать режиссером, постановщиком. То есть, ну, глубоко творческая личность. Да что вы с нашей профессией? Вы не там находитесь? А как тогда? Да. Слушайте, я всю ночь готовилась к этому интервью. И меня все время волновал вопрос, как много лет назад вы решили осваивать эту профессию. И тут у меня, вы просто сейчас поломали мне весь сценарий. Извините. Ну, как это, ну, мне не повезло, у меня родители были инженеры, и папа, и мама программисты. Поэтому в определенном возрасте, там, после 20 лет, папа сказал, дотя, все. Я тоже играла на гитаре в детстве, а теперь пора работать. Без выбора финансовое образование, бухгалтерский учет. Это более крокодильные слезы, ненавижу, там, бухгалтерию ненавижу. Да, действительно, учиться. Я гуманитарий, я понимаю, там нужна математика, инженерия, да. Математический склад ума, тут, наверное, все-таки гены. Это было несложно. Но, как шутил один мой программист, мы с ребятами беседовали, кто кем в детстве мечтал быть. Коллектив-то молодой, ребята программисты. Я говорю, а вы не поверите. Говорю, я режиссером хотела быть. Они, боже, какой ужас. Он говорит, ну, знаете, в принципе, ваша мечта сбылась. У вас такой театр, такая труппа. Режиссируйте, дирижируйте каждый день. Программирование – это очень творческая профессия. Потому что продукт нужно придумать, продукт нужно совершенствовать, нужно искать. Ну, это такой аналитическо-мыслительный, но в то же время очень творческий процесс. Все-таки больше интересен взрослый опыт бизнеса. Когда вы основали свое первое дело. Здесь вроде повезло, да, с одной стороны, там, папа. Да, родитель, да. Папа основал. Он занимался разработкой большой бухгалтерской системы. Там, расчет заработной платы, управление предприятием, бухучет. И у них был такой, знаете, как в итоге, там, после ведения всей бухгалтерии, маленький модуль под названием отчетность. Ну, модуль захудалый был на тот момент. Отчеты нужно было сделать, напечатать на бумаге, отнести в налоговую. Я когда начала работать, никто мне кресел и должностей не выдавал. Работала вначале простым специалистом. Вы очень смелая героиня. Обычно у меня так обходят эти углы. Я сам, да, папа профессор. Тут вот достаточно было сказать, папа, все, зрителей уже не убедишь в том, что вы самостоятельно поднимали всю компанию на ноги. Это дело каждого, верить, не верить. Я не могу преуменьшить его участие в этом. Это не дело, это стереотипы, вы прекрасно знаете. Да, это стереотип. Но поверьте, мы настолько с ним разные. Он занимается созданием продукта. Я больше в компании занималась менеджментом. Продвижением. Продвижением, продажами, организацией рабочих процессов. Ну, и потом уже, конечно, тоже созданием своего продукта. Потому что вот, ну, Медок, это уже как бы… Вот Медок, да, как раз нашумевшая программа. Медок, это чьих рук-то дело? Ну, это уже моих. Вы разрабатываете программу Медок, да, со своей командой. Откуда появилась эта идея? Ну, идея, мне не понравилось ходить в налоговую и сидеть там по полдня в очереди для того, чтобы сдать отчет на бумаге. Поэтому… Я вас перебью. Мы сегодня сидели с нашим оператором перед интервью. Я это рассказывала, чтобы сдать отчет без очереди. Я подкладывала подушку в живот, говорила, что у меня большой срок, разрешите сдать отчетность. И говорила, что какое бравое дело, что вот вы все-таки придумали электронную сдачу отчетов. Смотрели на нас, как на сумасшедших. Продвигать такое было крайне сложно, потому что, ну, никто не верил. Государственные органы, бюрократия. Конечно, естественно, доверие бухгалтеров. Тут все надежно, четко, с шоколадкой подала, убедилась. А тут какой-то там электронный ушло, не дошло. Как доказать? Это же штрафы, это ответственность. Конечно, это был долгий путь. Не сразу была программа «Медок», у нее были предшественники. Был взвид, без взвид, без взвид плюс, и потом вот «Медок». Усовершенствование идей, да, воплощение идей в разных продуктах практически за 20 лет. И когда произошла вся эта неприятнейшая история 27 июня, после этого я читаю некого адвоката, не буду даже пиарить, называть его фамилию, сделайте нам возмещение и вообще давайте убирать монополию. И знаете, у меня такой вопрос, а что конкуренции нет? Если бы. Хотя, вы знаете, нет. Или это, вы не читали случайно «Айнрейд Атлант расправил плечи»? Нет. Вам обязательно нужно почитать, это когда кто-то создает, а чиновники приходят и забирают монополии. Чтобы монополии не было, создали, теперь мы всем раздадим. То есть я удивилась, думая, что же вы молчали про эту монополию, а тут на тебе, как проблема у людей, так давайте отберем. Ну, знаете, все 20 лет какие-то там к нам то вопросы, то претензии, то какие-то слухи непонятные, ну, вокруг идеи, темы. Ну, я вам скажу свою историю. Я читаю этого адвоката, некого адвоката, что давайте избавляться от монополии, звоню своему бухгалтеру, расскажи, говорю мне про Медок. Она говорит, да нет, почему, есть и бесплатные программы подачи, но, говорит, они тормозят. И даже после случившегося, ну, инцидента, да, мы к этому обязательно придем сегодня. Она говорит, мы искали аналоги, но лучше, чем Медок, нету, работает быстро, я довольна. Поэтому я так поняла, что, в принципе, альтернатива есть. Конечно, есть, и есть давно. Есть, ну, я тоже, можно не буду рекламировать конкурентов. Есть там 5 продуктов, которые давно на рынке, с точно таким же функционалом, с точно таким же сервисом, возможностями, ну, то есть полный аналог нашего программного продукта. Дальше идет нормальная конкурентная борьба. Мне, как человеку, не как там девушке, маме, журналистам, мне стало как-то обидно, что информация в основном, ну, будет говняная, знаете, в социальных сетях. Вот прям так рады. Работала-работала компания, спокойно сдавали налоговые отчеты. Тут на тебе и понеслось, никто даже не заступился. Вот захотелось узнать вашу историю, как на самом деле все происходило, начиная с 27 июня? О том, что что-то происходит не то с нашим продуктом, мы узнали... Раньше? Нет, из новостей. Ну, точно так же, как и все. Потому что, с одной стороны, там, часть компании у нас пострадала от пети. Ну, точно так же, как все пользователи. Ну, обычно, тут вырубался экран, да, там, шифрование. То есть вы еще даже не понимали, что будет к вам обвинение, что вы при чем-то, да? Нет, там, ближе к вечеру 27 числа уже появились в интернете обвинения, что это мы, что это наш продукт и так далее. Ну, естественно, начали смотреть, ну, вообще ничего понять не можем. То обновление, о котором там говорили, так оно уже вышло неделю назад. Его уже неделю назад все установили. У нас никаких активностей не происходит. Откуда вот эта информация, что это медок, не могли мы понять, ну, практически, ну, больше, чем неделю. Вот уже полностью вся картина сложилась, ну, где-то дней через 10 после атаки. Про этих хакеров, которые запустили этот вирус, судьбоносный для вашей компании, вообще что-либо известно? На самих хакерах нет. Нет, только-только то, что это с Америки, вот, есть вариант, да, что... Вирус украден, да, но дальше вот эти, скажем, операции по взлому, по организации, потому что там разработка шла больше, чем полгода. Ну, взлома нашей компании, нашего продукта. Там нужно было взломать в трех местах, стать разносчиком какой-то заразы. Да, вируса, да, и доставить человеку проблемы, неприятности, ну, для нас это, конечно, очень тяжело. Но, вы знаете, что приятное, за что я очень сильно благодарна нашим пользователям и клиентам. Мы сами не ожидали, что они настолько лояльны к продукту. Были, конечно, и отказы, и сомнения, но в целом большинство из них сказали, мы все понимаем, это не ваша вина, ну, такой мир, да, вот, есть системы, есть сложности. Привлекали киберполицию к нам, пожалуйста, давайте смотреть, откуда идет, почему идет, и почему все говорят, что это у нас. Там такая разная информация, сначала Медок подтверждает, что да, действительно через наш сервер попало, да, вот этот вот... Наоборот, мы как бы вначале отрицали, а потом сказали да, ну... Вроде бы сначала отрицали, потом сказали да, а потом сказали, все равно нет, это происки конкурентов, это все, что я могла найти, как бы, в интернете, что там три разных версии, и я так понимаю, что вы сами находили в состоянии паники, шока, и не отдавали отчет, но как бы тоже были... Ну, паники, шока, стресса нет, понимаете, как я очень не люблю что-то заявлять и говорить, когда картина не ясна. Поэтому первое время мы вообще воздерживались особо от... Ну, приплели все, политику, Россию, министров, вот этот конфликт с розеткой, да, основатель розетка начал нападать на вас. Что это вообще было за ситуация? Не знаю. Четкин, правильно, да, вы, наверное, суть... Ну, я его не знаю. Я читала, что вы его не знаете, но он очень яро как бы выразился. Ну, понимаете, как, есть актуальные темы, да, кто может, тот на чем, ну, на этом и пиарится. На актуальной теме всегда актуально пропиарится. Эта тема на тот момент была актуальна. Ну, сказать, что кто-то владел реальной ситуацией, разобрался, что происходит на самом деле, нет. Еще в Фейсбуке у меня попросили задать вопрос, я не знаю, насколько он корректный, завели ли уголовное дело, если да, кто его ведет? Насколько я знаю, то нет, потому что мы в данной ситуации все-таки жертва. Нету факта преступления. Да, мы реально жертва этой ситуации. Хорошо, я тогда не понимаю, если вы жертва ситуации, почему было много в интернете по возмещению убытков? Именно вопрос к метку. Я думаю, люди просто на данный момент не разобрались, либо, ну, судя вообще по количеству информации, которая распространялась по этому поводу, она была, ну, организована, проплачена и, скажем так, вот данная ситуация распиарена. Вы знаете, что за это время, вот с 27-го там по вчера произошло, еще 4 программы взломали, точно так же, как нашу. Где об этом кто-то, ну, есть пара сообщений, причем популярных. Хорошо, а ваше мнение, почему так это было сделано? Ну, я думаю, что это просто недобросовестная конкуренция как раз, ну, это хороший повод. Я читала более, вы подразумеваете даже возможность рейдерского захвата вашей компании. Да, да, потому что, ну, вот все, что уже в итоге сложилось там в определенную цепочку действия, которые мы там наблюдаем со стороны, они все продуманные, спланированные, заранее там закупленными. Ну, хорошо, если это так, подозреваемые уже есть у вас? Ну, мы написали, да, заявление в полицию по этому поводу. Но это страшно, сколько компаний лет? 25 лет. 25 лет, и уже же случаи есть таких захватов, когда забирают компанию. Вот реально страшно потерять. Какие меры вы еще предпринимаете? Мы перестроили защиту нашей компании и изнутри, и извне. Поменяли много там подходов, вопросов по организации, скажем так, систем безопасности в компании. Не могу сказать, что их у нас не было, или они были плохие. Потому что уровень взлома, который был, ну, было бы круче, взломали бы и круче. Олеся, расскажите, что такое белые воротнички и черные воротнички? Да, у хакеров есть какие-то такие... Ну, там глобально черные хакеры и белые хакеры. Это как маги, да? Черная магия и белая магия. Так и есть. Дело в том, что для того, чтобы бороться с хакерами, преступниками, вот как их найти, нужно знать абсолютно все технологии, которые они используются, и даже, я бы сказала, мыслить как преступник. Только не для того, чтобы взламывать и делать плохие дела. Для того, чтобы понять, как будет действовать хакер, ну, и построить, защититься. Да, для того, чтобы защитить. Ну, что делает белый хакер? Делать защиту. Но чтобы понять, как будет действовать преступник, он тоже должен, так сказать, пользоваться его методами, и мыслить тоже, как он, как бы он зашел, где бы он поломал, что бы он сделал, то есть стать на его место. Я знаю, что у вас изъяли все сервера и до сих пор вам их не вернули. И я сомневаюсь, что их вернут. Не, ну, вернут тогда, когда они уже не будут нужны, я так думаю, потому что... Как это происходило? Неприятно. Мне сложно понять, зачем для изъятия серверов приехали вооруженные люди, вломились в офисы, там, повыдергивали всю технику. Как будто бы у меня программисты доставали и отстреливались, или сопротивлялись. Ну, к чему такое? Более того... Сотрудники были испуганы, наверное. Ну, да, это стресс. Понятно, что это стресс. Ну, ненормальная ситуация. Хотя в Украине это практически у компании определенного уровня, там, или на определенном этапе, к сожалению, большинство с этим сталкиваются. И искреннему непониманию, почему работающая нормально, честно компания должна готовиться и проходить тренинги, поведение, ну, почему они у нас пользуются популярностью, поведение, там, при обысках и захватах. А скажите, пожалуйста, внутри не пошатнулась система? Я про бегущих крыс и все прочее. Потому что это стресс, да, я про сотрудников. Вы знаете, здесь я переживала, понятное дело. Я поэтому вопрос такой задаю. Скажу честно, вот сейчас уже признаюсь, мы сразу начали мониторить. Ну, вдруг люди начнут выкладывать резюме, там, искать работу и так далее. Фух, слава богу, к моему, ну, большой радости, люди не то, что не убежали. Вот обыск закончился в 7 утра, ну, там, начался в 3 часа, да, всю ночь. И всех держали, да? Ну, не всех частями отпускали, но были, кто оставался до 7 утра. Я говорю, ребят, я не знаю, что вам сказать, ну, как мы будем дальше жить. У нас забрали все, работать мы не можем. У нас даже не работают телефоны. Потому что унесли и IP-телефонию, ну, то есть все сервера. Горячая линия сказала, вот список наших личных мобильных, мы будем принимать звонки и консультировать пользователей. Давайте только придумаем, где его опубликовать, чтобы его увидели. Тут же отозвались партнеры. У нас, ну, большая партнерская сеть, 670 дилеров по всей Украине. Тоже все предложили в свою руку помощь и взяли консультации киевских клиентов. На себя, ну, и, вот, знаете, началась такая, и не люблю этих, там, пафосных, командная работа. Но она была реально командная. Знаете, я когда раздумывала о вашей ситуации, почему-то у меня прям титаник перед глазами был. Ну, вот, прям, действительно страшно, когда ты так долго воюешь, воюешь какая-то она, и все рушится у тебя на глазах, просто тонет корабль. И, конечно же, сразу я представляла, знаете, играющих на флейтах, неунывающих музыкантов, кто-то себя спасает, бежит, даже зрителю сложно передать, что переживает компания, какой-то страх, стресс, неприятность, незнание, куда двигаться. Не, это ужас, 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 который я никому не желаю, даже, там, нашему каким-то недоброжелателям. Но, тем не менее, вот, я отчасти благодарна за этот случай уже жизни, потому что и люди проявились, и их вовлеченность, и их лояльность, она только выросла к компании. Самое главное, мы увидели, что у нас, ну, реальные сотрудники, настоящие, да, приверженные этому делу, этому продукту, сильная команда партнеров. И как у вас получилось очень быстро все обновить, потому что вы закупили новые сервера, я так понимаю? Ну, в течение, по-моему, вы в течение недели все поставили на свои места, да? Ну, у нас запасные машины все-таки стояли запакованные, у которых уже, ну, как бы, забрать оснований точно не было, потому что они пустые. Но люди работали, скажу вам, вот этот месяц просто, ну, круглосуточно практически. Занимались, знаете, как вот, не своими прямыми обязанностями. Вот чем могу помочь? Могу делать это отлично, вот это буду делать. Было тяжело, то есть морально было тяжело, потому что люди и были такие, которые понимали ситуацию, а были, которые не хотели ничего слушать. Вот и сотрудники, в общем, показали себя очень хорошо. Сотрудники и руководители отделов еще больше взаимодействовали между собой, чтобы решить данный вопрос. И та сплоченность, которая у нас всегда присутствует в коллективе, она активизировалась. Как руководитель я знал, что начнется, например, то, что там произошло со мной один раз, и наши конкуренты, ну, я не буду называть это точно, но двое из них обращались ко мне напрямую по телефонным звонкам с предложением перейти к ним в компанию. Вы же знаете, как у вас состоят дела плохо в вашей компании. Я помню точно, что одним из них я сказал, что вы очень глубоко ошибаетесь, у нас все хорошо, у нас рабочий процесс налажен, вся компания работает. Один день это на месяц примерно растянулся, потому что у нас вся внутренняя инфраструктура упала, мы останавливали ее, нужно запустить работу, нужно запустить сервисы для клиента. Все возможные источники, ресурсы подключались. Впоследствии, так буквально сразу, когда начались в Фейсбуке заявления от определенных лиц, что атака прошла через Мидок, мы начали выходить на киберполицию, начали выходить на группы исследовательские, которые могли бы помочь. Это ЦИСКО ТАЛОС, чтобы разобраться в этой ситуации. И в принципе, сразу с 28-го приехала делегация из Британии. Оказалось, что прошел взлом нашего сервера обновлений с переадресацией куда-то, по-моему, во Францию, с которого и последовали вот эти злополучные вирусы, которые распространились на бизнес Украины. Ну и мы были не исключением. Первое время мы просто сидели на телефонах и пытались объяснить, что это не наша вина. Мы являемся, собственно говоря, пострадавшей стороной. И пытались всевозможными образами помочь клиентам как можно быстрее восстановить собственную работу. Вместе удобнее помогать, потому что некоторые вопросы не может один человек решать. Горячая линия делится на консультантов, на провидных специалистов. Буферная зона у нас есть своя, собственно, которые могут базу взять, починить и разобраться в любом вопросе. Ну мы, клиенты очень нас благодарили. Мы старались, главной нашей такой была благодарность о том, что мы им помогли, все-таки отчеты сдали и восстановили все их программы и базы, и они ничего не потеряли. Мы со всей партнерской сетью остались без связи. И необходимо было в первую очередь наладить культоальтернативный канал связи, для того, чтобы они понимали, какая ситуация у нас в Киеве, что происходит, что говорить клиентам, да, что клиентов необходимо было в первую очередь успокоить и предоставить им, конечно же, продукт, за который они заплатили деньги, чтобы они могли им воспользоваться. Работа восстановилась полностью, наши сервисы возобновляются, восстанавливаются, уже с новой силой, скажем так. Мы, как бы, готовы консультировать, отвечать на вопросы клиентов. Какой бы вы сегодня дали совет бизнес-сектору нашей страны? Работать в нашей стране и заниматься предпринимательством, бизнесом – это уже подвиг. Согласна? Не достаточно быть специалистом своей отрасли, нужно еще быть юристом, финансистом. Много талантов, много умений, много навыков нужно в себе развивать. Нас нужно быть готовым ко всему. Но у нас поэтому и люди, я считаю, способнее, и сильнее, и не такие инфантильные, скажем, как в ближнем зарубежье. Ну, по-разному бывает, ну, вот так, если в основном в Украине очень предприимчивые люди. И очень талантливые. И очень талантливые, да. Что касается каких-то неудач, с которыми сталкиваешься, знаете, самые большие неудачники в жизни – это те, у которых неудач не было. Поэтому здесь нужно просто быть готовым к ним. Готовым физически быть невозможно, но нужно быть готовым морально принимать это и быстро принимать решение действовать дальше, исправлять ситуацию, закладывать, скажем так, в будущем фундамент, чтобы этого не повторялось. Потому что если мы будем делать только то, что умеем, никогда ничему не научимся. Мировая тенденция, такое, знаете, турбулентное состояние, модно сейчас там об этом говорить. В Украине это турбулентность там в Кубе. И здесь вот основные… У нас, мне кажется, крутые пики. Качества. Но уже они, они тут турбулентные. Выживание и, ну, скажем так, еще и уровень зависит вот от гибкости и скорости, готовности к изменениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова